Сегодня ученик, а завтра избиратель. Под таким названием в историко-культурном центре состоялась интеллектуальная викторина, направленная на ознакомление с законодательством о выборах, а также на расширение правовых знаний подрастающего поколения. Когда человек приходит на выборы, бывает сталкивается с теми или иными вопросами. Как заполнить бюллетень, за кого голосовать, какая избирательная система, одномандатная или смешанная, в разных регионах это все происходит по-разному. И вот для того, чтобы разъяснить эти вопросы, мы как раз вместе с нашим учебно-методическим центром проводим такие мероприятия среди школьников для того, чтобы у них уже воспитывать со школьной скамьи, прививать вот эти знания. Перед началом викторины ученики старших классов показали мини-спектакль, в котором они и в образах сказочных героев рассказали о выборах. От наших голосов зависел успех кандидата, и он победил. Да здравствуют выборы! Да здравствует демократия! И, конечно, избирательное право! А после рандомным способом, разделившись на четыре равные группы и определившись названием своей команды, ребята приступили к деловой игре. На первом разминочном этапе нужно было составить слово из его частей и дать ему правильное определение. Это слово бюллетень, и бюллетень – это бланк, где избиратель выбирает себе кандидата. За ходом деловой игры следила компетентная жюри, которая за каждый правильный ответ присуждала командам заслуженные баллы. Буквально пару лет назад член жюри Дарья Косова тоже была участницей такой викторины, а теперь, пройдя определенный карьерный путь, стала председателем молодежной избирательной комиссии Московской области. Это, безусловно, интересно. Мы с ребятами, а у нас количество членов молодежных избирательных комиссий, но порядка 600 человек по всему Подмосковью – это ребята, которые каждый день живут выборами, вне зависимости от того, проходят избирательные кампании в регионе или нет. С каждым этапом задания становились сложнее и интереснее. Так, например, в одном из них нужно было проявить себя не только интеллектуально, но и творчески. Командное бурное обсуждение. Именно так ребята добиваются правильного ответа на заданный вопрос. Почти все, как в известной игре «Что, где, когда». Только тема другая – законодательная. Любой человек должен интересоваться политикой. Даже с ранних лет люди уже должны знать, в какой стране они живут и как она вообще работает. Теперь, после прохождения всех этапов интеллектуальной викторины, можно с уверенностью сказать, что школьники хорошо подготовились к выборному процессу, а некоторые из них уже могут подать заявку на прием в молодежную избирательную территориальную комиссию Ленинского района.